С-400 скоро не понадобится, Турция успешно испытала свою систему противоракетной обороны. Турция успешно провела испытания своей ракеты класса «Земля». Воздух дальнего действия СИПР, сообщил в минувшую субботу высокопоставленный чиновник Министерства обороны страны, пишет газета Daily Sabah. Испытание отечественной системы противовоздушной обороны, которую планируется принять на вооружение в 2023 году, будут продолжены, написал в твиттере глава управления оборонной промышленности Турции Исмайл Демир. По его словам, Турция продолжит производство нового оружия и будет иметь до шести различных собственных систем противовоздушной обороны. Проект СИПР возглавляют турецкие оборонные компании Асэлсан, Ракетсан и Совет по научно-техническим исследованиям Турции. Помимо СИПР, который, как ожидается, будет конкурировать с российскими С-400, также разрабатываются системы ПВО Коркат, зенитная самоходная установка, Сандвр, переносной зенитно-ракетный комплекс, Ихисар, комплексы малой и средней дальности. Напомним, после приобретения Турции в 2019 году российских оборонительных систем у страны ухудшились отношения с НАТО и США. В декабре 2020 года США ввели санкции против управления оборонной промышленности Турции, а затем полностью исключили союзника ПАНАТО из программы создания истребителей F-35. Всего турецкая сторона изъявляла желание закупить 100 новейших боевых машин. До своего исключения из программы Турция производила для F-35 детали и комплектующие. США и их европейские союзники ПАНАТО опасаются, что радары на комплексах С-400 могут обнаруживать и отслеживать F-35, что сделает их менее скрытными для российских систем в будущем. Россия отказалась от встречи в нормандском формате по вопросу Донбасса. Глава МИД России отказался от встречи в нормандском формате по ситуации в Донбассе. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что принял решение отказаться от экстренной встречи в нормандском формате для обсуждения ситуации в Донбассе. По словам Лаврова, с инициативой проведения встречи выступила французская сторона, однако на данный момент Россия не заинтересована в проведении каких-либо переговоров. Согласно представленным данным, глава МИД России ответил отказом, так как до сих пор остается неизвестна цель подобной встречи. Ожидаемый результат таких переговоров не называется, в связи с чем речь идет скорее о создании видимости принятия каких-либо мер на фоне новых витков эскалации в Донбассе. Отказ от проведения переговоров может свидетельствовать о том, что в ближайшем времени ситуация в Донбассе урегулирована не будет. Для самопровозглашенных республик это может носить критический характер. Так как ВСУ сотнями единиц стягивают военную технику в Донбасс, применяют ударно-разведывательные беспилотники и прочие. Кроме того, несколько дней назад в Донбасс были направлены от РК.И.У. Это может грозить штурмом новых районов на территории ДНР и ЛНР, а также вероятным их захватом. ВСУ перебросили к Горловке 51 танк Т-72. В 10 километрах от Горловки размещен еще 51 танк ВСУ. ВСУ продолжают усиливать напряженность обстановки на линии боевого соприкосновения вблизи населенного пункта Горловка. Помимо более чем 80 танков, размещенных ранее в районе населенного пункта Дылеевка, о чем ранее Ресурсавия, ПРА уже сообщал, стало известно о том, что 6 ноября 2021 года на железнодорожную станцию Константиновка прибыл еще 51 танк, 6 самоходных артиллерийских установок и иная военная техника. Причем, уже в ночь с 7 на 8 ноября танки выдвинулись в район населенного пункта Торицек. Судя по последней активности ВСУ, Киев готовит широкомасштабную военную операцию на этом направлении. Ожидается, что атака ВСУ может начаться сразу с двух направлений – западного и северо-западного. Причем, судя по местам размещения украинских танков, наступление будет очень оперативным. Более 130 танков ВСУ – это сила, с которой придется считаться. Ополчение не может сконцентрировать столь значительные силы на одном направлении, не открыв другие районы для атаки. Однако, у ДНР достаточно артиллерии и средств РСЗО для того, чтобы ВСУ понесли просто огромные потери, отмечает специалист. В конце прошлой недели Горловка подверглась ожесточенным артиллерийским ударам. При этом здесь также осуществлялась разведывательная деятельность ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов, что свидетельствует об очень высокой активности ВСУ. Последние сутки в Донбассе выдались сравнительно спокойными. Нарушения прекращения огня фиксировались. Хотя каких-либо масштабных атак ВСУ не предпринимают. ВСУ перебросили к Горловке 51 танк Т-72. В 10 километрах от Горловки размещен еще 51 танк ВСУ. ВСУ продолжают усиливать напряженность обстановки на линии боевого соприкосновения вблизи населенного пункта Горловка. Помимо более чем 80 танков, размещенных ранее в районе населенного пункта Дылеевка, о чем ранее ресурсавиа, про уже сообщал, стало известно о том, что 6 ноября 2021 года на железнодорожную станцию Константиновка прибыл еще 51 танк, 6 самоходных артиллерийских установок и иная военная техника. Причем, уже в ночь с 7 на 8 ноября, танки выдвинулись в район населенного пункта Торицек. Судя по последней активности ВСУ, Киев готовит широкомасштабную военную операцию на этом направлении. Ожидается, что атака ВСУ может начаться сразу с двух направлений – западного и северо-западного. Причем, судя по местам размещения украинских танков, наступление будет очень оперативным. Более 130 танков ВСУ – это сила, с которой придется считаться. Ополчение не может сконцентрировать столь значительные силы на одном направлении, не открыв другие районы для атаки. Однако у ДНР достаточно артиллерии и средств РСЗО для того, чтобы ВСУ понесли просто огромные потери, отмечает специалист. В конце прошлой недели Горловка подверглась ожесточенным артиллерийским ударом. При этом здесь также осуществлялась разведывательная деятельность ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов, что свидетельствует об очень высокой активности ВСУ. Последние сутки в Донбассе выдались сравнительно спокойными. Нарушения прекращения огня фиксировались, хотя каких-либо масштабных атак ВСУ не предприняло. Израильские истребители специально выпустили ракеты по российской военной базе в Сирии. Сегодня ночью Израиль совершил очередное нападение на Сирию, атаковав несколько военных объектов на территории сирийской провинции Хомс. Тем не менее, атаки подверглись не только сирийские военные, но и российская военно-морская база в Тартусе. В ее сторону было выпущено как минимум две крылатых ракеты. Нападение на российскую военную базу является актом, целенаправленным, главным образом, на проверку боеготовности российских средств ПВО. Причем, весьма примечательным является то, что атака проводилась в присутствии американского военного разведывательного самолета, который, вероятно, и пытался получить доступ к российским средствам ПВО, так как пуск ракет в сторону российской военной базы гарантированно привел бы к активации российских зырка. Известно о том, что одна из выпущенных израильскими истребителями ракет была перехвачена на границе Ливана и Сирии в то время как сбить вторую удалось непосредственно на подлете к российской военной базе, на северной окраине Тартуса. Более того, источники утверждают, что количество выпущенных ракет было гораздо большим, одна из них перехвачена не была. В результате этого в пригороде Тартуса начался пожар, что подтверждают и сделанные снимки. Что касается нападения на сирийских военных, то в результате воздушного удара пострадали как минимум двое сирийских военнослужащих, уничтожена военная техника и инфраструктура военного объекта, по которому и наносился путь. Польские пограничники применили газ против нелегальных мигрантов. Польские пограничники распылили слезоточивый газ в сторону нелегальных мигрантов, которые попытались перерезать ограждение из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Видеозапись инцидента опубликовала в твиттер Министерство национальной обороны Польши. Очередные попытки форсирования границы мигрантами в районе пункта пропуска кузница, говорится в публикации. Штурмующие границу нелегалы пытались преодолеть забор с помощью палок и бревен, они также бросали камни в пограничников. Мигрантам удалось повалить несколько секций ограждения. Как подчеркивала представитель комендатуры пограничной стражи Польши Катажина Зданович, всех нелегалов, которые смогут проникнуть в страну, вернут обратно в Белоруссию. Она также добавила, что ни один человек, прибывший к границе, не попросил убежища. Власти Польши заявляют, что началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию страны. Как сообщил РИА Новости представитель пограничной стражи, белорусские военные направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а через лес. Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе. В свою очередь, официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность в районе границы и не допустить провокаций. В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек. А Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет ни денег, ни сил сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев в территории соседних государств. Также глава Минобороны Польши объявил боевую готовность сил территориальной обороны.